Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа «Республика». С главными событиями среды вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Безопасные, качественные, но удобные ли? Насколько отремонтированные дороги столицы Чувашии приспособлены для маломобильных групп населения? Моя хата с краю. К чему приводит пассивная позиция собственников бывшего общежития? Навстречу Кубку мира в Чбоксарах работают эксперты Федерации вольной борьбы и Международной борцовской организации. Травматизм на рабочем месте и охрану труда обсуждали сегодня на заседании правительства республики. О том, в какой сфере работать опаснее всего, в репортаже Ольги Пырычкиной. Четырехэтажный дом, меняют кровлю. Страховки на рабочих не видно. Другой дом и та же ситуация. Именно на строительную отрасль приходится самое большое количество несчастных случаев на производстве. Основная причина – нарушение требований безопасности труда. В структуре основных типов несчастных случаев на производстве преобладает падением пострадавшего с высоты. Это 81 случай. Травмы от воздействия движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей машин. 48 случаев – это 37%. Дорожно-транспортные происшествия – 13 случаев, что составляет 6,8%. Падение и обрушение обала предметов – 13 случаев, 6,8%. Помимо строительства в антирейтинге, сельское хозяйство – обрабатывающая промышленность. В общей сложности за прошлый год травмы на производстве получили 191 человек. 14 из них погибли. Из 14 смертельных случаев – 7 случаев, связанных с нахождением в состоянии алкогольного опьянения. Все виновные лица привлекаются к административной ответственности. И это, судя по всему, приносит результаты. По сравнению с 2015-м, в 2016-м году количество людей, которые пострадали на производстве, снизилось на четверть. И такая тенденция последние пять лет. Однако, пока есть хоть один пострадавший, нужно усиливать работу по профилактике. Отметил Михаил Игнатьев. Вы представьте себе, у вас в семье невосполнимая утрата. Живой человек, трудосомный человек погиб или скончался на производстве по разным причинам. Органы власти должны, должны стоили лица, нести ответственность. Прошу эти вопросы поднимать на подведение итогов социально-экономического развития, соответственно. И для того, чтобы было понятно и другим, что нельзя здесь шутить просто. Или работать спустя рукава. На заседании также обсудили исполнение бюджета за 2017 год, контроль за приемом на работу инвалидов и привели республиканское законодательство в соответствии с федеральными нормами. Ольга Пырычкина, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня правительство Республики и один из старейших вузов страны, Казанский федеральный университет, подписали соглашение о взаимном сотрудничестве. Какие области оно затрагивает в нашем репортаже. Чуваша и Татарстан активно взаимодействуют в сфере образования. Многие преподаватели Чувашского госуниверситета входят в состав диссертационных советов при Казанском университете. Налажено участие студентов и преподавателей в научно-практических конференциях и олимпиадах, проводимых вузами. Преподаватели Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого КФУ и факультета русской и чувашской филологии и журналистики ЧГУ совместно публикуются в журналах из перечной Скопус. Студенты Чувашского государственного университета ежегодно участвуют и побеждают в конкурсе национальное достояние, проводимым в Казанском федеральном университете. В мае 2013 года в лагере Райсенко состоялся 24-й международный фестиваль юношеских средств массовой информации «Волжские встречи». Делегация КФУ была признана лучшей. Основными направлениями дальнейшего сотрудничества между вузами будут педагогика и медицина. Кооперация в вопросах подготовки учительских кадров, переподготовки учительских кадров. Что касается медоборудования и медицинского инструментария, это высокотехнологическое оборудование, которое мы взяли для лаборатории, оно морально очень быстро устаревает. И нам нужно успеть, как говорится, отбить все возможности, по-простому говоря, которые позволяют делать эти лаборатории. И готовы поделиться. На базе Казанского университета создан Институт фундаментальной медицины и биологии. Это не просто учебное здание, а исследовательский учебно-образовательный центр, оказывающий медицинские услуги. Мы могли за счет этих федеральных денег оказывать высокотехнологическую помощь на сердечно-сосудистые заболевания по этому направлению, то есть жителям Чувашской республики. Никаких возобнований нет. Наша задача – эффективно, конструктивно взаимодействовать, создавать благоприятные средства. Мы должны готовить своих патриотов нашей любимой России для того, чтобы они, приходя в реальный сектор экономики, в учреждения социальной сферы, дальше развивали все те направления, которые обозначены в государственной политике Российской Федерации. Опыт Чувашского государственного университета может быть полезен казанцам для подготовки специалистов по ряду направлений соглашения между правительством нашей республики одним из старейших вузов страны подписано. Взаимное сотрудничество продолжается. Родион Архипов, Расим Мухаммедов, Республика. Полномочный представитель президента России в Приворском федеральном округе Михаил Бабич побывал с визитом в нашей республике. Программа была очень насыщенной. В новоюжном жилом массиве столицы в парке ЗДК трактора строителей строится новый кадетский корпус ПФО имени Героя России Александра Кочетова. Памятную капсулу в фундамент заложили полпредпрезидент России Михаил Бабич, глава республики Михаил Игнатьев, ветераны и военные. Главными участниками исторического события стали сами кадеты, а сегодня в Чувашии этим движением охвачено около 4 тысяч детей и подростков. В одной только школе имени Кочетова в Чебоксарах обучается 218 человек. Их родители неоднократно обращались во все инстанции с просьбой построить новое здание. Это вообще очень престижно, это очень значимо, мы очень рады. И наши дети вообще гордятся, что будут учиться в этом новом кадетском корпусе. Ждем открытия быстрее. Детям здесь будет намного удобнее тем, что здесь будут кружки. Во-первых, много будет кружков, во-вторых, будет стадион намного лучше. В-третьих, здесь рядом есть декаттор-строитель, где дети тоже кто-то там занимаются музыкально или хореографически тоже могут здесь заниматься. Здесь будет строительство хоккейной коробки. Говорили то, что здесь много чего будет, чего у нас сейчас нет. Поэтому охота перейти сюда, посмотреть, что это такое вообще. Я давно хотел быть военным, вот пошел. Пока начинаю так. Сменили статус. Один из домов по улице Энгельса раньше был общежитием, а потом стал многоквартирным. После этого у жильцов и обслуживающих организаций начались проблемы. Какие и почему, выясняла наша съемочная группа. Заплесневелые стены, прогнившие рамы, разбитая плитка. Что такое ремонт, этот дом либо не помнит, либо не знает. А его жильцы давно забыли, что такое удобство. Один из двенадцать лет тому назад подвал закрыли. Мы там раньше мылись. Мы сами генеральные уборки делали. Сами девочки по очереди мылись. Все чистили. Сейчас вы куда ходите? В баню или специально здесь где-то мыть? Ну, естественно, в бане. И здесь приходится поласкиваться после работы. Ванной или душевой этот поддон назвать сложно. Его установили сами жители. В комнате, которая не предназначена для водных процедур. Отсюда и плесень на стенах. Чтобы такого не было, необходима гидроизоляция. А чтобы ее сделать, управляющей компанией необходимо согласие собственников. Последнее собрание было жильцов 28 июля. Инициатором собрания выступала управляющая компания. По повестке собрания был всего лишь один вопрос. Утверждение видов работ по текущему ремонту. На собрание вышло 3 человека. Из максимально возможных здесь живут не меньше 400 человек на сегодняшний день. Холодно отношение жильцов и самовольное перестройство инженерных сетей. Мы не в силах все это контролировать на сегодняшний день. Если мы даже их ограничиваем, отрезаем, на завтрашний день они заново все подключают. Вот и получается замкнутый коммунальный круг. Жильцы не хотят, а управляющая компания не может. Из общежития в многоквартирный дом это здание превратилось почти 10 лет назад. Но кажется, что его обитатели до сих пор этого не понимают. В Чебоксарах домов, которые также сменили статус, почти 200. Основная работа проведена совместно с управляющими компаниями, совместно где есть активные жильцы с администрациями района. Все-таки сумели убедить жильцов о необходимости выполнения таких работ. В основных массах данная проблема решена. На сегодняшний день осталось где-то 5-6 общежитий, где очень тяжело, с трудом продвигается. Дом номер 13 по улице Энгельса как раз тот случай, когда все в руках его жителей. Осталось только проявить инициативу или хотя бы сделать шаг навстречу коммунальщикам. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика. В Чебоксарах реализуется федеральный проект «Безопасные и качественные дороги». В его рамках отремонтировано уже 15 улиц. Все обновленные пешеходные переходы и подъезды к ним приспособлены для передвижения людей с ограниченными возможностями. Этот участок дороги по улице Баумана не ремонтировался несколько лет. А буквально за пару недель на нем появилось ровное асфальтовое покрытие, новый пешеходный переход и лежачие полицейские. Здесь мы, значит, выполнили горячую регенерацию и верхний слой Б1. Сейчас мы завершаем работы на съездах и по доступной среде, значит, мы устроили понижающие бордюры и подходы из тротуары. Понижающие бордюры – очень важный дорожный элемент для инвалидов-колясочников. Высота их варьируется от 1 до 4 сантиметров, чтобы было удобно управлять коляской. Всем-всем очень большое спасибо за то, что дорогу делали. Вот такую. Как хорошо делали. Иду вон оттуда, и радуюсь. В рамках доступной среды на участке дороги обновляют и подходы к пешеходным переходам. Теперь по ним без лишних сложностей могут передвигаться маломобильные люди и мамы с колясками. Проектирование доступной среды – задача ответственная и кропотливая. К октябрю пониженные поребрики и адаптированные подходы к пешеходным переходам появятся на 27 улицах города. Дарина Игнатьева, Андрей Спиридонов, Расиль Мухаммедов, Республика. Сразу несколько улиц в Новочебоксарске утопают в мусоре. Жители города Спутника бьют тревогу. Контейнеры переполнены, они вынуждены оставлять мусор рядом. Неприглядную картину новочебоксарцы снимают и выкладывают в Инстаграм. Почему мусор не вывозится несколько дней, попытались узнать мои коллеги. Жаркая погода делает свое дело. Неприятный запах от переполненных контейнеров распространяется по нескольким улицам. В нашу редакцию обратились жители улиц Парковая, Комсомольская, Коммунистическая, а также Бульвара гидростроителей. Вот что нам сказали по этому поводу в администрации Новочебоксарска. Ситуация возникла в многоквартирных жилых домах, обслуживаемых муниципальным унитарным предприятием, управляющей компанией в жилищно-коммунальном хозяйстве города Новочебоксарска. Это обусловлено тем, что МУП УК в ЖКХ имеет задолженность перед организацией, которая осуществляет вывоз твердых коммунальных отходов. Поскольку плата не увеличена, а мы знаем, что тариф на вывоз твердых коммунальных отходов у нас увеличился. Поэтому у предприятия получился кассовый разрыв. В настоящее время проблема решается. Вопрос находится на контроле в администрации города Новочебоксарска. С завтрашнего дня начнется вывоз твердых бытовых отходов. Мы приносим извинения перед жителями города Новочебоксарска за доставленное неудобство. В Новочебоксарский городской суд передано более 70 томов уголовного дела в отношении членов преступного сообщества, распространявших синтетические наркотики в Чувашии. На скамье подсудимых 21 его представитель, при этом 15 из них иностранные граждане, прибывшие в Россию целенаправленно для совершения преступлений. Первого подозреваемого, проходившего ныне по громкому уголовному делу, сотрудники полиции задержали в мае 2016 года, после того, как он сделал более сотни закладок с синтетическими наркотиками на улицах Новочебоксарска. Давая показания, задержанный пояснил, что выполнял роль рядового закладчика наркотиков. Все, что ему нужно было делать, это получать их от оптовиков, расформовать на более мелкие партии и, по указанию оператора, прятать в четко установленных местах. Продолжая расследование уголовного дела, полицейские выяснили, что запрещенные вещества поступают в Чувашию из Москвы, а роль закладчиков выполняют, как правило, иностранные граждане, прибывшие в Россию с целью заработка. Я искал в интернете работу, был объявлением, пеший курьер позвонил, мне назначили встречу на собеседование. Согласили сразу? Не сразу? Не сразу, подумал. А почему решился все-таки? Тяжелые обстоятельства. Ну, какие? Финансовые? Финансовые. О том, чем и где конкретно нужно будет заниматься, соискателям объясняли уже при личном разговоре. Давали подробные инструкции, деньги на билеты в Россию и на съемные квартиры. В ходе кропотливой работы чувашских оперативников, которая длилась около года, было сформировано более 70 томов уголовного дела, фигурантами которого стал 21 человек, 15 из них – иностранцы. Как правило, это обычные люди, искавшие работу через знакомых или на просторах интернета. Как выяснилось, осенью 2015 года в одном из бывших союзных государств было организовано преступное сообщество, имеющее перед собой конкретную цель – распространение наркотиков на территории Российской Федерации. В преступной иерархии указанной преступной группы были так называемые вербовщики, которые непосредственно занимались подбором кадров, в кавычках, их поиском, распространением рекламы о том, что предлагают высокодоходную работу. Преступная организация была очень серьезной, отличалась сплоченностью участников и четким распределением обязанностей каждого его члена. Из незаконного оборота по данному уголовному делу изъято 5,5 килограммов синтетических наркотиков на сумму 15 миллионов рублей. В рамках документирования преступной деятельности указанной преступной сообщества было сдокументировано более 100 эпизодов их преступной деятельности, проведено в рамках расследования уголовного дела более 130 судебных экспертиз. В настоящее время обвиняемые находятся под стражей. За сбыт особо крупной партии наркотиков в составе преступного сообщества задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Полицейским еще предстоит установить и задержать организаторов преступной организации, которые в соответствии с российским законодательством заслуживают еще более серьезного наказания, вплоть до пожизненного лишения свободы. Школьников республики научат финансовой грамотности. Пилотное преподавание предмета началось в конце прошлого года в 72 регионах страны. В Чувашии финансовой грамотности будут учить в трех столичных школах 24, 30 и 48, а также в гимназии в Мариинском посаде и в одной из школ Батревского района. Планируется, что занятия будут проводиться в формате факультатива. Впоследствии основу финансовой грамотности ученики будут изучать в рамках изучения таких предметов, как ОБЖ, география, история и математика. Детей научат, как правильно распоряжаться деньгами и распределять семейный бюджет. На уроки будут приглашать финансистов и банкиров, которые поделятся своим опытом. 1-2 декабря этого года в столице Чувашии состоится Кубок мира по вольной борьбе среди женщин. Оценить готовность региона к проведению престижного турнира в Чебоксары приехали представители Международной борцовской организации «Объединенный мир борьбы» и Федерации спортивной борьбы России. Юлия Важенина подробнее. Япония, Монголия, Швеция, Россия – это лишь малая часть стран-участниц Кубка мира по вольной борьбе среди женщин. Для мероприятий такого уровня нужна серьезная подготовка. Сегодня делегация осмотрела спортивную инфраструктуру мегасиницы столицы Чувашии. Увиденным члены комиссии остались довольны. Перед городом это некие технические моменты. Это принять участников соревнований, разместить, накормить, создать все условия подготовки, тренировочным процессам и успешное выступление. Холодная погода, теплый прием. Именно такое впечатление о Чебоксарах сложилось у технического делегата «Объединенного мира борьбы» Родзики Марии Якши. Когда мы приехали в Чебоксар, мы посмотрели на арену, мы посмотрели на различные места проведения, в том числе на гостиницы. Я поняла, что это очень хороший, такой теплый город, потому что все улыбаются и чувствуешь себя хорошо. Вольная борьба в нашей республике – базовый вид спорта. Ею серьезно занимаются около трех тысяч человек. А большинству заграничных участников Чебоксара хорошо знакомы по открытому Кубку России. Эти соревнования нам еще дадут дополнительные стимулы. И хочу выразить слово благодарности за оказанное доверие проведения этих соревнований в городе Чебоксар. Подготовка к Кубку мира по вольной борьбе продолжается, а впереди еще много работы. А уже в первые дни зимы все любители спорта смогут насладиться масштабным турниром. Юлия Важенина, Сергей Адушкин, «Республика». Сразу после программы «Республика» смотрите интервью по существу. Гость студии – заместитель министра здравоохранения Алексей Кизилов. Такой была эта среда глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Республика «Республика».